И сегодня будет такая вводная часть, вводная мысль по теме, а как раз касается которой молитвы. И это содержание будет из буклета под названием «Трехмерное христианство». Я уверен, что вы читали этот буклет, но мы можем также приложить некоторые мысли. Давайте помолимся. Господи, благодарны Тебе за это время молитвенного общения, Иисус. Славим Тебя, Христос, благодарны Тебе, Господь наш. Благослови сейчас эти небольшие мысли, пусть они послужат ободрением нам, Господи, к этому времени молитвы, Иисус, отделенному Тебе, Иисус. И для нас это такое предвкушение, волнение, Господи, в молитве вместе с Тобой, Господи. Благодарны Тебе, что Ты снял с нас всякое бремя, и желаю, чтобы мы действительно наслаждались в этом молитвенном общении вместе с Тобой, Господи. Слушая прежде всего от Тебя, Иисус, и возвращая мысли Тебе, Господи. Слава Тебе, Господь наш. Слава Тебе, Христос наш. Аллилуйя. Итак, буклет этот начинался с того, что в Библии мы очень часто видим цифру 3. То есть, это значимая цифра, и она имеет очень важное значение. Мы видим такие картины, как, например, Иисус воскресил трех людей. Это Евангелие от Марка 5, 22, 24, 35, 42, когда Он воскресил дочь Иаира. Он воскресил Лазаря, Иоанна 11, 38, 44, сына вдовы, также это Евангелие от Луки 7, 12, 15. Мы также видим с вами, что Иисус был воскрешен на третий день, Евангелие от Луки 13, 32, 34. Интересно, на кресте Голгофе также была эта надпись на трех языках, которая свидетельствует о полноте отвержения Мессии. Мы также с вами сотворены, как трехотомные личности, это Дух, Душа и Тело. Дух говорит об осознании Бога, и сейчас, вернее, сейчас, давайте скажем так, что после падения Адама Дух стал мертвым и перестал быть активным. Душа говорит о самосознании, да, то есть, она осознает себя, и тело говорит о миросознании. Интересно, давайте откроем также 1 Фессалоникийцам, 5 главу, 23-24 стихи. 1 Фессалоникийцам, 5 главу, 23-24 стихи. 2 Фессалоникийцам, по всей полноте и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости до сохранятся без порока в пришествии Господу нашего Иисуса Христа. 3 Верен призывающий вас, который и сотворит это. Итак, здесь говорится также о трихотомности человека, и в 24 стихе мы видим, что говорится о том, что Бог будет верен, чтобы сотворить, и что сотворить, если мы прочитаем 16 стиха. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, а удерживайтесь от всякого рода зла. Итак, Он будет совершать в нас эту удивительную радость. Почему? Потому что наша молитва не может выйти за рамки три единства Бога. Это Бога Отца, Иисуса Христа и Духа Святого. Опять мы видим с вами, это в контексте цифры 3, и мы видим с вами, как говорилось также в словах посвящения по псалмам, что мы видим с вами суверенность Отца, во-первых, и в своей суверенности, зная падение человека, Он выбирает этот план искупления, где отдает своего сына Иоанна 3, глава 16 стиху, ради спасения людей. Здесь Он покрывает и планирует так, чтобы спаслись все. Также Иисус Христос, наш искупитель, Он откликается и является совершителем этого плана. Он по плану Отца и по послушанию, будучи человеком, когда ходил здесь, Он идет на крест и совершает полное искупление. Иоанна 19, глава 13 стих, говорит, совершилось и провозглашает это, удивительное провозглашение, где, о чем это говорит, это говорит о полном искуплении. Дух Святой, будучи равным Отцу и Сыну, прославляет Иисуса Христа в нас. Иоанна 16, 4. И так здорово, что Он руководит нами в контексте этой истины. И не то чтобы руководит, а ведет нас, ведет нас в этой истине. И когда мы знаем любовь Отца в Сыне, мы так легко поддаемся Его руководству. Очень важно для нас осознавать, когда мы обращаемся к Богу в молитве, что эта трехмерная молитва, если можно так выразить, в Отце, Его суверенности плана, в искуплении Сына и освящении Духа Святого, она раскрывает для нас и изливает из нас эту радость и благодарение Богу, Иисусу Христу. Когда мы знаем, что мы уже никуда не денемся из рук Отца, потому что Его план удивительный в Сыне. Когда мы знаем, что мы настолько защищены в Его плане, в том, что уже совершилось. Мы благодарим Его непрестанно в молитве. Мы радуемся в молитве, что бы ни происходило с нами, в каких бы обстоятельствах мы не пребывали. И тогда мы с вами видим какое-то удивительное и уникальное общение в молитве, куда нас Господь призывает и желает просто вечерять, общаться с нами на основе этой истины, которую раскрывает для нас на основе этих удивительных откровений. И мы так рады пребывать с Ним в молитве, поскольку это сладкое общение в том, что запланировал Отец, исполнил Иисус и освящает для нас Дух Святой, прославляя Иисуса Христа. Али.